Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о строениях, которые будут у нас в 7.2 на наших новых материках, которые откроются на расколотом берегу. И обратимся к их бонусам. О бонусах мало что известно на самом деле, но они весьма значимы для игроков. Как для PvE, для PvP прогресса и просто для самого обычного целования белочек. Начнем же. С целью того, чтобы открыть здание вообще, после того, как мы получим доступ на расколотый берег у игроков, будет возможность отправить военные припасы по гибели легиона на открытие здания. Военные припасы по гибели легиона это валюта, которая нужна будет для открытия зданий. Раз в день мы сможем отправлять по 100 этих ресурсов и всего лишь только для одного здания. Всего их будет 3, скажу сразу. Также мы сможем получать эти припасы, выполняя локальные задания на расколотом берегу. Примерно 100-150 в день. Убивая каких-либо редких существ этой локации. Либо открывая сокровища. Ну, сокровища по типу, которые разбросаны у нас в этих вот локациях, с которых там падает по чуть-чуть силы артефакта или ресурсов плотокласса. Как-то так. Также в обмен на припасы мы получим вознаграждение по гибели легиона, в котором содержится золото, жетоны бесстрашия, которые превращаются в предмет определенной ячейки, также легендарный, что стоит заметить, и как вариант что-либо еще. Посмотрим, 7.2 покажет нам все эти дела. Как только 100% ресурсов будут собраны на постройку одного из трех зданий, это здание разблокируется, и бонусы станут доступны. Ну, так вот. Для получения временных эффектов можно будет обратиться к смотрителю, к командиру Чемберсу. Это моб, который будет отвечать за постройки на расколотом берегу. Пока активно одно здание, игроки могут отправлять припасы на создание двух других. Как-то так. То есть, эти постройки будут идти, получается, еще намного быстрее, и они будут получаться общим трудом людей на сервере. Я помню, было что-то такое тогда, когда стартанул патч 5.2 с Престолом Грез, и шли нападения, скажем так, на Остров Грома. То есть, там, один этап, второй этап, третий, четвертый, пятый, потом там вот эти вот врата пробивались, то есть, всякие интересные сценарии были. Ну, было классно реализовано, надеюсь, что тут будет все так же. Что стоит заметить, под натиском сил легиона строение будет постепенно разрушаться, и через некоторое время оно вновь станет неактивным, а игрокам вновь придется собирать припасы, чтобы его восстановить. Гринд, гринд и еще раз гринд, почему бы и нет? В процессе открытия строений участвуют все игроки обеих фракций одного региона, поэтому активные здания на каждом сервере региона будут одинаковыми, что, в принципе, я уже и сказал. Теперь же мы поговорим о зданиях и о конкретно их бонусах. Бонусы весьма интересные и занимательные. Итак, активные башни магов открывают доступ к бонусу сокровища скверны, которые включают в себе три мини-афикса, три мини-модификации, скажем так. Первое. Испытания артефактов. Игроки получат доступ к особым одиночным классовым испытаниям, пройдя которые можно получить новые расцветки артефактов. Судя по всему, скажем так, это будет похоже на арену испытаний. Ну, я так думаю, почему бы и нет, если это будет интересно реализовано, то многие люди захотят себе эти расцветки и пойдут на эту определенную арену испытаний. Классно. Также тайники змеи-устов. По всему расколотному берегу появляются тайники, в которых игроки смогут обнаружить различные ценные сокровища, в том числе припасы для построения зданий и осколки пустоты. Осколки пустоты и их необходимость, их, скажем так, ну, то, что за них можно будет покупать в легионе в патче 7.2, это уже дело мы рассмотрели. Видео называется «Покупка легендарных вещей за валюту». Ссылочку я приложу в описании видео, так что кому будет интересно, обязательно глянете. Ну и третий, последний модификатор у башни магов – это сеть порталов. Внутри башни магов открываются порталы во все основные локации расколотных островов. Асуну, Вальшару, Крутогорье, Штармхейм и Сурамар. Знаете, я могу сказать по поводу этого одно, то, что это напоминает башню магов с гарнизона. Слава гарнизонам, как говорится, да? До сих пор мы чтим это дело. Ну и почувствую себя варом. Почему бы и нет? Увы, Долорана нет. Также поговорив с осмотрителем здания, игроки смогут получить эффект «Уважаемый», при котором будут получать на 30% больше репутации с армиями по гибели легиона. Что самое важное, армия по гибели легиона – это новая фракция, которая будет в 7-2, и она нужна будет для получения полетов. В 7-2 будут полеты, кто еще до сих пор не знает. Итак, второе здание – это ставка командования. Открывает доступ к бонусу Силы Ордена, включающий в себе также три модификатора. Это задание в соборе на открытие дополнительных локальных заданий в соборе Вечной Ночи. Это подземелье, которое будет в 7-2. Также второй модификатор – это подкрепление по гибели легиона. Когда вы сражаетесь с существами на расколотном берегу, периодически вам на помощь будут приходить дружественные персонажи из по гибели легиона. Типы телохранителей, которых мы можем включить себе даже сейчас в своем оплоте. Ну и миссии испытания для чемпионов – это открытие доступа к новым сложным миссиям для чемпионов оплота с неплохими наградами. Хотелось бы знать, какие неплохие награды, и хотелось бы знать, что будут давать локальные задания в соборе Вечной Ночи. А так, пока что это здание как-то не очень. Увы. Поговорив со смотрителем здания, игроки смогут получить эффект «Мощное усиление», под которым при выполнении локальных заданий периодически будут награждаться оскверненными рунами усиления. Вот это уже интересно весьма. Если очень много будут дропаться эти руны, то их цена упадет. Для кого-то это классно, для кого-то не очень. Как у нас сейчас руны усиления дропаются, ждете призыв к оружию на свою роль, и регаетесь в подземелье, находите себе группу. Проходите инст, получаете дополнительные награды, вскрываете сумочку и получаете эти руны. Руны можно как купить, так и продать на аукционе. Все это дело написано. Также третье здание. Это разрушитель пустоты. Хотя это не здание даже, скажем так. Открывает доступ к бонусу эпический охотник, включающий в себя также три модификатора. Первый это мировые боссы. Напомню, что в Сим-2 будут новые мировые боссы. И с помощью этого здания будет к ним открываться доступ. К четырем мировым боссам на расколотом берегу. Это Сиваж, Апокрон, Малифик и Брутал, с которых будет падать экипировка 890 и выше уровня. Там есть весьма очень хорошие реликвии. Так что, скорее всего, это здание нужно будет строить первым по-любому. Далее, нестабильные порталы. Это второй модификатор. По всему расколотому берегу периодически появляются нестабильные порталы пустоты, которые можно закрыть с помощью разрушителя порталов пустоты. Ну, это итем такой. Призвав сильное элитное существо. Что будет падать с этого существа, неизвестно. Как только ПТР разовьется до тех пор, пока это будет известно, мы узнаем, разумеется. Ну и благодарственные знаки. Это третий модификатор. Игроки с крафтовыми профессиями могут получать благодарственные знаки создателей брони. Это персональный при получении предмет. И, скорее всего, эти знаки будут обмениваться на такие материалы, которые нужны будут для создания новых легендарных предметов. Да, в 7.2 будут введены новые легендарные предметы. И если вы сейчас зайдете на ПТР и откроете вкладку «Добыча», то, допустим, у латника будет висеть еще один поясок. И в скобочках будет написано, мол, типа... 910-я лея, что ли? Ладно. И будет написано то, что изготавливаем предмет. Если же у вас есть, допустим, такая профессия, как кузнечка, портняшка, кожевничество... А что четвертое крафтит? Подожди. На ткань портняшка, на кожу кожевничество... А, ну и кожевничество крафтит еще и кольчугу. Не стоит об этом забывать. А кузнец платы, открыв вкладку «Неизучено» на ПТРе, там будет этот крафт, который можно детально рассмотреть и глянуть, какие реагенты нужны. Сколько крови саргероса, сколько слитково-демонической стали и различных прочих моментов. Также, поговорив со смотрителем здания, игроки смогут получить эффект «Судьба улыбается вам», от которым при неудачном броске в печати «Сломанной судьбы» может быть возвращена обратно игроку. Что будет считаться неудачным бонусным броском? Скорее всего, получение силы артефакта. Бонус весьма хороший от «Разрушителя пустоты». Я бы назвал его самым важным зданием для людей, которые хотят покорять ПВЕ-контент. Только вдумайтесь, четыре мировых босса, призыв сильных существ, также с целью заработать, gold farm, вот эти знаки создателей брони, которые будут меняться на реагенты, и возврат монеток. Это классно. И что самое главное, хотя нужно перевести сейчас этот бонус. Я ничего не понял, я услышал знакомое для себя слово chance, что означает шанс. Значит, опять с некоторым шансом при неудачном броске печать может быть возвращена обратно игроку. Ну, короче, понятно все. Я все понял. Угу. Опять определенные шансы, прочее различное. Короче, ладно. Пора заканчивать этот монолог. Надеюсь, он был полезным вам. Какие-то пустоты, скажем так, в знаниях 7.2 мы заполнили, узнали чуть-чуть нового. Даже я для себя что-то извлек нового при подготовке этого материала. Так что, верим, надеемся, ждем. Ждем 7.2, строим разрушитель пустоты и идем покорять новых мировых боссов. Всех вам благ, счастья, здоровья. Удачи дождаться 7.2. Не сойти с ума, пока оно еще не запущено. До скорого. Легендарок вам побольше. Субтитры создавал DimaTorzok